всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 7 апреля тема автоматических форточек удобно ли они нужны ли они в теплице вот сейчас пошла накидывать будем притеняющую сетку и перед этим прочитала как раз в комментариях вопрос сейчас скажу татьяны и кимовой выписала даже как вы относитесь к автоматическим форточкам хочу поставить по бокам а сверху думаю и я еще одна зрительница она отвечает форточка это удобно очень удобно но как как бы ну короче сверху она говорит что будет поступать дождь это не очень удобно вот для меня тема автоматических форточек очень актуально я вам сейчас скажу почему предыдущие все теплицы у меня с форточками вот так ручного управления то есть я должна сама выйти открыть и закрыть и форточки такие у меня на всех теплицах потому что когда я вам делала обзор то что предлагают нам торговые фирмы в городе бийске у них все теплицы вот такие стандартные с такими форточками у меня и старая такая вот это старая теплица я тоже открываю руками и форточку и дверь вот теплица которая разрушилась тоже точно такая же все они такие чем сложно зачем чем неудобно какие неудобства нам приносят вот такие простые форточки которые нужно открывать руками я сейчас вам расскажу как делаю я летом конечно когда все двери настежь у нас нет проблем мы открываем все ставим на колы все но весной при раннем выращивании вот эти форточки они как это называется как замучаешься бегать вот я сегодня утром дверь закрыла все ушла через час вышло солнце я бегу сюда мне нужно пробежать через весь дом через половину огорода там ну короче не очень ближний путь открыла одну форточку закрепила все и я должна дома сидеть и поглядывать постоянно в окно как только солнце скроется а весной у нас же еще холодно ну прохладненько так как только солнце скроется и если пасмурная погода и не дай бог сейчас еще передают и снежок может пойти все мне нужно бежать скорее от закрывать эту форточку назад чтобы там тепло сохранить чтобы на ночь эта теплица нагрелась ну как но если солнце яркая и солнечная погода мне нужно часа через два все равно сюда бежать потому что чтобы открыть вторую форточку вы все знаете что в поликарбонатовых теплицах в яркую погоду температура если форточки не открыть на сквозное проветривание может достигнуть выше 30 градусов я вам уже показывала о чем я говорила и вот видите у меня теперь то форточка тоже насквозь открыта но сейчас если будет еще такая жара я конечно приоткрою еще и дверь но скорее всего сейчас весной погода переменчивая и солнце если упадет спрячется ближе к вечеру я опять также по одной форточке будут закрывать я прибегу сначала ту закрою через час закрою эту чтобы сохранить тепло на ночь и вот эта беготня она как раз может нам эту беготню может заменить вот эта форточка с терморегулятором вот поэтому я заказав новую теплицу взамен старый именно заказала вот там в коньке этот форточный блок с термоприводом мне зато пусть там я не знаю я еще не могу свое мнение вам высказать такое как основанная на своем опыте вы знаете что у меня еще ее нет я ее заказала в екатеринбурге аж ее еще готовят привезут еще только ну наверно в средине или в конце месяца я конечно потом скажу хорошо это или плохо удобно или нет но я в любом случае буду счастлива от того что она сама хотя бы будет вот это вот когда сильно жарко она будет приоткрывать и когда сильно холодно она будет захлопывать представьте сколько времени я сэкономлю это я рассказала про одну теплицу я же сейчас посажу еще одну теплицу это значит мне еще и здесь открывать закрывать еще у меня сюда переместимся еще у меня вот это придомовая где стоит рассада здесь я тоже открываем и закрываю форточки иногда создается впечатление что вся жизнь вот этот период состоит только из открывания закрывания форточек и вы понимаете что человек у которого например две теплицы а это сейчас уже не редкость если он вот эту исключить свою операцию процедуру открывания закрывания форточки если это будет делать сама теплица это просто будет освобождение это счастье руки у нас будут развязаны вот здесь будет моя новая теплица стоять вот муж начал выходной немножко разобрал начал разбирать и вот в этой теплице как раз вот это будет форточка с терморегулятором я вам все подробно расскажу я выбрала именно эту модель она по моему по моему называется уральская легенда только потому что там вот это вот именно конек теплица выше стандартные она не 2 а 2 80 в коньке и мне сказали тоже зрители написали что когда выше потолок весь жар собирается там вверху это очень удобно помидоры не горят а если еще там где он собирается вверху если еще такая дырочка откроется и улетит так это вообще будет прекрасно не знаю как будет потом но пока что я в предвкушении облегчение немного своего труда вы знаете что труд огородника он иногда очень сложный до седьмого пота и вот эта беготня мне-то конечно на пользу моем возрасте иначе мы за зиму залеживаемся и быстрее старость приходит но кое-что облегчить хочется все до свидания вот это мое мнение еще пока не сформированная о термоприводах форточках автоматических но мне кажется это будет лучше чем вот так вот ручной режим в ручном режиме очень сложно а если кто-то живет не рядом с теплицей если кто-то не может как я бегать у меня же были ситуации когда я работала но еще официально трудилась уедешь утром холодно жалко открывать в обед смотришь на погоду и думаешь наверное они там уже сварились приходишь они вялые очень сложно уследить все до свидания